Здравствуйте! Вы смотрите Итоги недели. Обо всем самым значимым и важным за прошедшие 7 дней расскажу вам далее. Я, Константин Никитин. Еженедельное заседание штаба по комплексному развитию региона прошло под руководством Алексея Русских, вернувшегося из подшефного региона Донбасса. На повестке дня обсудили проведение ремонтных дорожных работ, акцию «Помоги собраться в школу» в состоянии рынка труда и привлечения сотрудников на Авиастар. Подробнее о темах Валентина Никонова. В начале недели глава региона встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Наш регион взял шефство над Лутугинским районом Луганской Народной Республики. 2 августа Алексей Русских и глава района Евгений Бондарь подписали соглашение о сотрудничестве. С руководством Лутугинского района мы предметно обсудили первоочередные меры поддержки наших подшефтных, составили планы работ, задач много, будем поэтапно их реализовывать. Прошу всех отнестись к этому со всей серьезностью. Губернатор также рассказал о визите делегации Ульяновской области в ДНР. Алексей Русских встретился с военными из 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые участвуют в спецоперации. Передал им гуманитарную помощь и поздравил с Днем ВДВ. Наши ребята очень признательны ульяновцам за помощь и моральную поддержку. Для них это очень важно. В Ульяновской области продолжается ежегодная акция «Помоги собраться в школу». Помощь оказывается детям из многодетных и малообеспеченных семей во всех муниципальных образованиях. Также разработана система скидок на школьные принадлежности. Мы также выпустили 5000 дисконтных карт, по которым наши первоклассники смогут получить скидки от 5 до 15% на приобретение школьных форм в таких магазинах, как «Бастон», «Элегант», «Шпатров», «Школьные моды». Также на приобретение канцелярских товаров, необходимых учебников, книг. Участники совещания также обсудили ситуацию на рынке труда. На завод «Авиастар» по-прежнему требуются сотрудники. Из необходимой тысячи новых работников на авиазавод набрали 300 человек. На вакантные места ждут работников подходящей квалификации. В целом у нас рабочих рук не хватает, потому что занятость у Ульяновской области. Все в порядке. Действительно, вакансии более 30 тысяч, а на учете стоит 3800 человек. Наши мероприятия, конечно, мы всячески поддерживаем «Авиастар» и пытаемся им помочь. Прежде всего, мы выдаем свой ресурс, свои направления тем, кто стоит у нас на учете в службе занятости. В Ульяновской области продолжается ремонт дорог. На штабе по комплексному развитию региона вновь подняли вопрос укладки асфальта с применением новой технологии – с вторсырьем из полиэтилена. После укладки такого асфальта будут оценивать его свойства и износа стойкости. В экспериментальном режиме уложили 47 метров такого асфальта в Барышском районе. На дорогах также продолжается ямочный ремонт. На сегодняшний день выполнена работа на площади более 460 тысяч квадратных метров. Это 61% от годового плана. Продолжаем реализацию важного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках данного нацпроекта планируем привести в нормативное состояние более 100 километров автомобильных дорог. На заседании штаба также обсудили ситуацию с перебоями воды в районах. Закупку 150 новых экологичных автобусов, ремонт улицы Федерации и моста Номинаева. Вновь затронули ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. За неделю число заболевших COVID-19 выросло на 25%. Ульяновцам рекомендовали ревакцинироваться. В числе хороших новостей – передача территории старого Суворовского училища в муниципальную собственность и собственности Минобороны Российской Федерации. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ. Алексей Русских посетил Мариуполь и заключил соглашение с Лутугинским районом ЛНР. Решено, что наш регион будет восстанавливать 17 кварталов в Мариуполе. А сейчас в городе разворачивают базу для ульяновских строителей. Район и центр Лутугида находятся в 27 километрах от Луганска. Шество над районом взяла Ульяновская область. Кроме нашей области, напомним, помочь восстановлению пострадавших районов Донецкой и Луганской народных республик согласились еще 39 регионов страны. В первую очередь речь идет о восстановлении социальных объектов и инфраструктуры. В Лутугино теперь будут работать трактор, камаз и уазики. Их привезла большая ульяновская делегация. Впереди холода, поэтому спецтехника определенно пригодится. Мы обследовали все социальные наши объекты. Те объекты, которые действительно нуждаются сегодня в неотложной помощи, они все включены в план Ульяновской области. Для того, чтобы помочь нам это подготовить к отопительному сезону эти объекты. Ульяновские специалисты уже работают в ЛНР, восстанавливают электроводоснабжение и другую инфраструктуру. Глава региона Алексей Русских также осмотрел все объекты, требующие внимания и ремонта. С главой ЛНР Леонидом Пасечником обсудили основные планы по дальнейшему взаимодействию. Соответствующее соглашение Алексей Русских подписал за главой района Евгением Бондарем. От себя лично хочу сказать слова огромной благодарности от всех жителей нашей республики за то, что откликнулись на просьбу о помощи, за протянутую руку дружбы, взаимопонимания. Поверьте, для нас это очень важно. Очень важный, конечно же, в первую очередь, наверное, момент объединяющий, то, что мы становимся вместе. У нас будет постоянный обмен по экономическим вопросам, по финансовым, по социальным, по бытовым, по спортивным, по культурным. Также Алексей Русских посетил Мариуполь. Решено, что Ульяновская область восстановит квартал в Аджиникидзовском районе. Это 17 объектов. Жилые дома, школа и детский сад. Все они были повреждены из-за обстрелов. Все финансирование будет вестись за счет федерального бюджета. В настоящее время стоит основная задача до отопительного сезона закрыть контур и дальнейшую же восстанавливать, ремонтировать те разрушенные части наших объектов. Около 15 человек уже на территории Мариуполя сейчас постоянно находятся. Идет разворачивание строительного городка, базового строительного материала, наложенные коммуникации с местными административными службами. Поможет и ульяновский бизнес. На восстановление коммунального хозяйства Лутугина необходимы строительные материалы, инструменты, генераторы и другое оборудование. Все это уже пребывает в ЛНР. Наши ведущие предприятия торговли, производители садово-паркового инструмента, к которым мы обратились, с удовольствием отозвались. И накануне, буквально, как вы видели, был отправлен как раз круз гуманитарный. И в ходе как раз работы нашей делегации на Донбассе, это первая партия, оборудование коммунальное было передано губернатором как раз для восстановления народного хозяйства Лутугинского района. Вместе со стройматериалами привезли ульяновцы и школьные принадлежности. Впереди учебный год, тысячи детей пойдут в школы. Поэтому детям из многодетных семей Лутугинского района передали констовары, форму и спортивный инвентарь. Мужья все на фронте, практически в деревнях, все, населенных пунктов, где были одни женщины и дети. Надо вдохнуть туда новую жизнь, показать им перспективы. Очень прошу всех включиться в эту работу. Почти 40 регионов России взяли шество над Донбассом. Восстановление инфраструктуры и социальных объектов Лутугинского района помогает наш регион. Также ульяновцы собирают и гуманитарную помощь. Накануне в ЛНР отправили историю материала, компьютера и школьные принадлежности. Ульяновцы собрали гуманитарную помощь для жителей Лутугинского района ЛНР. В Луганской республике необходимо восстанавливать инфраструктуру и налаживать жизнь мирных жителей. Первым отозвались ульяновские производства и магазины. Предприниматели выделили стройматериалы и инструменты. Собрали необходимый груз, это бензопилы, бензогенераторы, мотопомпы, триммеры. То есть все, что сейчас необходимо, шансовый инструмент, что необходимо, чтобы начать развернуть работу уже по восстановлению и благоустройству. Для обеспечения административной деятельности коллегам из ЛНР направили компьютерную технику. Кроме технического оснащения и инструментов, для юных жителей ульяновцы отправили необходимые школьные принадлежности, книги, учебники и спортивный инвентарь. Несмотря на то, что происходит, у детей должно быть нормальное действие, они должны развиваться, наверное, в тех условиях, в которых они находятся. Но так как развиваются все дети, они должны играть, они должны радоваться, они должны учиться. Это не первая и не последняя помощь ульяновцев населению ЛДНР. Напомним, что большинство регионов России взяли под свою опеку районы республик. Для подшефного Лутугинского района продолжается сбор гуманитарной помощи по адресу Льва Толстого, 58. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ. Обсудили успехи и планы, наградили лучших изобретателей. В правительстве Ульяновской области состоялось заседание Совета по развитию инновационной деятельности. В регионе отметили рост показателей, позволяющих говорить об устойчивом развитии наукоемких отраслей. Валентина Никонова продолжит. Наш регион обладает высоким научно-технологическим потенциалом. Занимает лидирующие позиции во многих федеральных рейтингах. В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации Ульяновская область входит в топ-5 по индексу научно-технического потенциала. Изменение геополитической обстановки для нас с вами обострило значимость и подтвердило правильность того пути, который был выбран по развитию технологий. В рамках тех процессов, которые происходят по импорту замещения, мы видим достаточно серьезное количество открывшихся окон возможностей. С 2022 года полномочия регионального представителя фонда содействия инновациям возложены на Альберта Гатаулина, директора агентства инновационного развития. Фонд содействия инноваций – это общеизвестный российский институт, который занимается поддержкой инновационного бизнеса и тех идей, которые имеют шанс стать коммерчески успешными. Основная наша цель сейчас – это расширить воздействие информационное на потенциальных наших коллег, партнеров, которые, может быть, не знают о том, что существует такой вариант поддержки, финансовой поддержки инновационной деятельности, либо знают, но не готовы рисковать. То есть нам нужно расшатать немножко это поле и, в первую очередь, мы делаем ставку именно на молодежь. За заслуги в развитии отрасли авиастроения в Ульяновской области, высокий профессионализм, плодотворную рационализаторскую деятельность и многолетний добросовестный труд, грамотой губернатора Ульяновской области награжден Аркадий Лебедев. Его изобретение позволило сделать труд бортпроводников во время полета более продуктивным. Оно было выпущено, изобретено взамен старого изобретения, этого штатной системы самолетной, которая была неудобна в этом плане. То есть бортпроводник видел информацию только в виде десятичного исчисления, то есть номер ряда. Приходилось запоминать. В работе Совета по развитию инновационной деятельности принял участие представитель Куйбышевской железной дороги. Реализация проектов в сфере инновационной деятельности является одним из приоритетных проектов компании. Разработчикам мы предлагаем нашу экспериментальную оценку, производственную инфраструктуру для проведения испытаний. Наша главная задача – внедрение и тиражирование высокотехнологичных инновационных технологий. С целью ускорения процессов разработки инновационных технологий совместно с Ульяновской областью Куйбышевской железной дорогой в августе будет проведен конкурс финансирования инновационных проектов. В Ульяновской области сформирована вся необходимая инфраструктура для дальнейшего развития инновационной деятельности. Благодаря этому есть возможность запустить инновационный лифт, то есть буквально выращивать успешные технологические компании от появления идеи до стадии устойчивого бизнеса. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Уллправда ТВ Директор Фонда развития промышленности Роман Петруцци ознакомился с возможностями портовой особой экономической зоны. В настоящее время на территории зоны зарегистрировано 43 резидента. Основные направления деятельности – производство, логистика, оптовая торговля, техническое обслуживание и ремонт авиатехники. Наш корреспондент подробнее о визите. Директор Фонда развития промышленности России Роман Петруцци ознакомился с возможностями особой экономической зоны. Здесь продолжается реализация инвестиционных проектов. В настоящее время резидентами являются 43 участника. Основными видами деятельности являются производство, логистика и обслуживание авиатехники. Первым делом заехали в «Спектр Авиа». Это единственное сертифицированное предприятие, специализирующееся на окраске воздушных судов всех типов и размеров. Затем делегация отправилась на завод передовых технологий «Промтех Ульяновск», который является резидентом площадки с 2013 года. Здесь изготавливают серийные комплекты высокотехнологичных трубопроводных систем и комплектов кабельной сети для летательных аппаратов. Для гражданских самолетов производятся композитные панели пола, воздуховоды, кресла и аварийно-спасательное оборудование. В 2023 году планируется построить новый производственный корпус для наращивания объемов. Крайней точкой оказался завод по производству поганажных изделий «Хальцхоф-Рус». Основной производимый продукт – террасная доска, которая широко используется в строительстве. В планах также расширить производство. После осмотра предприятия Роман Петруцца отправился на встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. В планах подписать соглашение между правительством Ульяновской области и Фондом развития промышленности. Подробнее об этом смотрите в следующих выпусках. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ Около 50 миллионов рублей, но зато какой результат. К 2024 году поликлиника номер 4 и прилегающая к ней территория должны кардинально измениться. В настоящий момент проводится капитальный ремонт на первом и втором этажах. Решилась и одна из давних проблем с парковочными местами. Теперь на заднем дворе больницы можно спокойно оставить свой автомобиль и быть уверенным, что он никому не мешает. Поликлиника номер 4, что в Засвияжском районе города, обслуживает порядка 130 тысяч пациентов. Район территориально большой и многие посетители, чтобы добраться до больницы, вместо общественного транспорта предпочитают свой автомобиль. Но вот оставлять машину у больницы было негде. Парковаться приходилось на пешеходных дорожках у учреждения. В этом году на заднем дворе обустроили парковку на 60 мест. Губернатор поддержал нашу инициативу, дал указание делать здесь парковку. Потому что парковки не было фактически, здесь были деревья. Машину пока ставят на той территории, которая будет пешеходной зоной. И мы поставим, вернее, мы поставим там эти полусферы, чтобы машины туда уже просто не проезжали. Возможность будет подъехать к входу, высадить тяжелобольного пациента, если такие есть, и отъехать снова на стоянку, на парковку. Но несмотря на новую парковку, некоторые люди по старой памяти оставляют машины в пешеходной зоне у главного входа в поликлинику. В скором времени планируется переградить данный проезд и сделать прилегающую зону более комфортной и безопасной. Местные жители уже оценили новую парковку. До сегодняшнего времени мы не могли воспользоваться этим случаем. Почему? Потому что здесь были заросшие кустарники, деревья, машину негде было припарковать. А теперь благодаря данной парковке мы спокойно подъезжаем, ставим машины, уходим на прием к своим врачам. В скором времени парковку планируют благоустроить. На ней появится разметка, необходимые знаки, сделают качественное асфальтное покрытие до парковки. Кроме всего прочего, в больнице продолжается капитальный ремонт помещений на первом и втором этажах по программе модернизации первичного звена национального проекта здравоохранения. Также будет закуплено новое оборудование для эндоскопии, мамограф и аппарат УЗИ. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ. На базе Барышской районной больницы планируют создать межрайонный медцентр, куда присоединят и больницу Базарно-Сызганского района. Но прежде все «за» и «против» обещали обсудить с врачами и местными жителями. Первые обсуждения прошли в правительстве с участием депутатов ЗСО, главврачами учреждений и общественниками. Вопрос объединения ряда больниц Ульяновской области обсуждается довольно давно. Но в областном Минздраве решили начать с учреждений Барыша и Базарного Сызгана. Депутатам, уполномоченным и лидерам общественных объединений рассказали о концепции создания межрайонного медицинского центра на базе Барышской больницы. К ней присоединят больницу Базарного Сызгана. Это, по мнению чиновников Минздрава, повысит доступность медицинской помощи. «Планируется организация в соответствии с утвержденным графиком выездов узких специалистов из Барышской районной больницы в Базарную Сызганскую районную больницу для того, чтобы приблизить доступность медицинской помощи и обеспечить шаговую доступность». Специалисты основываются на анализе работы больниц за полгода, осмотрели демографическую ситуацию в муниципалитетах, доступность оказания медпомощи и кадровую обеспеченность. В Базарном Сызгане катастрофически не хватает узких специалистов и нового оборудования. В Барыше с этим все в порядке. Напротив, мамографы, томографы и флюорографы не работают в полную силу из-за небольшого количества пациентов. «В Базарном Сызгане с точки зрения функционирования районной больницы, как большие проблемы с кадровым составом, понятно, со специалистами с узким, все это как раз, собственно говоря, и признано решить создание этого центра. Поэтому здесь вопросы мы, соответственно, фиксируем. Эти вопросы, соответственно, не завершаются на уровне уже объединенного центра». К уже имеющимся оборудованию планируют закупить дополнительные аппараты УЗИ, ЭВЛ, суточного мониторинга давления, чтобы их можно было транспортировать в Базарный Сызган. Кроме того, что узкие специалисты из Барыша будут выезжать в соседний район, для самих базарно-сызганцев обещают решить транспортный вопрос. «Для обеспечения комфортности пребывания врачей в Базарный Сызганский район и обеспечения возможности транспортировки при необходимости на консультации или на плановую госпитализацию в Барышевскую районную больницу по узким специальностям, так как ушествия, гинекология, неврология, кардиология и так далее, в этом году будет закуплен один автомобиль, в следующем году еще два легковых автомобиля, которые как раз будут перевозить пациентов до местного назначения». Также в Минздраве заверили, ни одно структурное подразделение не закроется, а будь то поликлиника, женская консультация, стационар или ФАПы. Все они будут работать в прежнем режиме. А присоединение даст жителям возможность проходить лабораторные и диагностические исследования и узких специалистов. «Я как депутат услышал, там, все доктора, медсестры, так далее, сохранят свое многое место. Я теперь хочу услышать, чтобы население тоже сказало, что мы поняли, что будет лучше. Мы согласны, да, может быть, где-то, но, опять же, будем понимать, что здесь подольше, но действительно там оборудование и качество медицинских услуг будет предоставлено в современное современное». Следующий этап – запуск общественных обсуждений с жителями, работниками учреждений и общественниками. Только по их итогам и должны принять окончательное решение. Одной из важных задач в регионе, поставленной в программе модернизации первичного звена и нацпроекте здравоохранения, является непрерывное профессиональное образование медработников. В прошлом году возможность повысить свою квалификацию воспользовались более 16 тысяч медработников. Не стали исключением и врачи-классификаторы – областного врачебного физкультурного диспансера. Ульяновские медики повысили квалификацию. Новые знания, которые ульяновцы получили в Чебоксарах, позволят классифицировать спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Напомним, врач-классификатор – это человек, который помогает параспортсмену определить, в каком виде спорта и с какими соперниками он будет принимать участие в соревнованиях. От наставления и рекомендаций специалисты зависит успех будущих победителей. Медицинская классификация включает в себя ведение документации, оценку функциональных возможностей спортсменов. Она плавно переходит в техническую классификацию. Для этого требуется уже определенное образование по типу адаптивной физкультуры и спорту. Здесь мы уже смотрим спортсменов, которые непосредственно выполняют определенные движения и действия, которые они будут выполнять в той или иной дисциплине. Непрерывное образование медработников – одна из важных задач нацпроекта здравоохранения. Во время обучения в Чебоксарах врачи физкультурно-оздоровительного диспансера не только усвоили теорию, но и прошли практику. Они приняли участие в работе спортивно-функциональной классификационной комиссии на чемпионате России по парадлетике в качестве судей медицинских классификаторов. Таким образом все это проводилось, то есть в предсоревновательный период классификационная группа осматривает спортсмена, определяет класс, определяет статус, определяет дисциплину и дальше формируются списки и перечень спортсменов, которые будут участвовать на равных на крупных соревнованиях всероссийских. Пока спортсмены и чемпионы отдыхают, но с началом учебного года количество пациентов-диспансера значительно увеличится. Полученные знания и опыт позволят докторам улучшить свою работу. Алина Тихонова, Артем Куранов, Уллправды ТВ Аэробио и нанотехнологии, IT, робототехника и хай-тек. В кванториумах Ульяновской дети могут научиться разнообразным технологиям, заняться собственными исследованиями и выбрать будущую профессию. Пока в городе работают три таких технопарка. Четвертый откроется в сентябре на базе 30-й гимназии в Железнодорожном районе. Подробнее Алина Тихонова. Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные высокотехнологическим оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения. А теория сразу к практике. Особое внимание уделяется предметным областям, естественно, научной и технической направленности. В кванториуме при 30-й гимназии с нового учебного года заработают шесть площадок. Кабинеты биологии, физики, химии, робототехники, хай-тек-цех, лаборатория, оснащенные 3D-принтерами и каворкинг-зоны, где учащиеся смогут обсуждать и представлять собственные проекты. С 5-го класса на базе «Кванториум» будут обучаться биологии, химии, физике, технологии на основе хай-тек-цеха и информатики. А более углубленное изучение уже в 10-м классе – это спецкурсы. А дополнительное образование у нас будет осуществляться по 10 программам. Это алгоритмика и скреч программирование, программирование на основе питон, нейротехнологии и биосигналы, искусственный интеллект и биосигналы. До 10 августа все работы должны быть завершены. За это время отремонтируют кабинет и обновят материально-техническую базу. В настоящее время на будущую образовательную площадку уже поступила часть оборудования. Это спектрофометр, радиотехнические и робототехнические наборы, аналитические весы. Ожидается поставка 3D-принтеров и станков для хай-тек-цеха с числовым программным управлением. Компетенции, которым будут обучать ребят на базе современной образовательной площадки, не только позволят расширить кругозор, но и помогут в будущем при сдаче экзаменов. В нашей гимназии планируется открытие технопарка «Кванториум». Школьный «Кванториум» немного отличается от тех, которые уже функционируют. Но, тем не менее, это тоже дает детям возможность изучать углубленные предметы не гуманитарного, а технического профиля. Преподавать в «Кванториуме» будут учителя гимназии, а также представители средних, профессиональных и высших образовательных учреждений. Запись технопарк начнется с 15 августа. Всего планируется задействовать более 300 детей по программам дополнительного образования и свыше тысячи учеников по курсам внеурочной деятельности. Алина Тихонова, Герман Баранов, Управда ТВ. Доехать страшно, можно застрять в любой момент. Во многих ульянских домах лифты доживают свой век. Повезло жителям новостроек, но если дом постарше, жители и их гостей может ожидать неприятный сюрприз. Есть в городе на семи ветрах и редкий представитель – самый старый лифт в Поволжье. Стоит ли надеяться местным жителям на его замену и чего ждать остальным ульяновцам? Узнайте в материале Виктории Черковой. Театр начинается с вешалки, а многоэтажка с лифта. В доме номер 110 под проспекту Нариманово жильцы каждый день катаются на жутком аттракционе со смотровыми окнами с видом на шахту. Дизайн на этом не заканчивается. Двери в лифте не банальные и раздвижные, а диковинные и распашные двухстворчатые. Раритет 1967 года выпуска давно не годен к эксплуатации. Максимальный срок по техническому регламенту составляет 25 лет. Наш лифт самый старый в Поволжье. Даже внешний вид его говорит о том, что он себя уже изжил в два с половиной срока. В 2023 году у нас в начале года заканчивается разрешение, третье разрешение на его использование. И, конечно, мы ждем замену лифту как манну небесную. В этом году специалисты Министерства ЖКХ принесли местным жителям добрые вести. Коммунальщики планируют заменить антикварный лифт. Договоры с подрядчиками заключили. Скоро документация пройдет проверку. После чего станет известно, сколько денег должны будут нести собственники и государство. В других домах Ульяновска и Димитровграда тоже будут менять лифты в этом году. Ориентировочная дата начала работы – это первая декада сентября. Все работы будут выполнены в срок. Все лифты будут отечественного производства. Это такие заводы, как Щербинский, Карачаровский механический завод. Проблем с комплектующими никаких не будет. Проектирование работ займет 45 дней. В Ульяновской области по программе капремонта запланирована замена 87 лифтов. Уже заключены договоры на выполнение работы, как ранее было сказано, с двумя подрядными организациями, которые разделяются отдельно по городам – город Димитровград и город Ульяновск. 82 лифта будут замены в городе Ульяновске и 5 лифтов будут замены в городе Димитровграде. Что касаемо этапа проведения работы. В срок до сентября подрядными организациями будут разработаны проекты смертной документации. И в сентябре уже подрядные организации приступят к монтажу. Все работы планируют завершить к концу этого года. На замену лифтов и ремонт шахты в областном бюджете заложено 100 миллионов рублей. Как утверждают в фонде модернизации ЖКХ, новые лифты будут энергосберегающими, оснащенными антивандальной системой и кнопками для слабовидящих людей. Виктория Черкова, Сергей Гудаков, Улправда ТВ. На работу общественного транспорта жалуются многие. То в час пик невозможно поймать маршрутку, то не существует нужного маршрута и приходится добираться с пересадками. Реорганизация всей системы назрела давно. Что планируют сами перевозчики и городская администрация узнавала Александра Никитина. Как селедка в бочке. Так на пресс-конференции в Центре управления городом описали пассажирские перевозки в общественном транспорте. Вопрос комфорта и качества стоит у остров Часыпик. Большинство маршруток малогабаритные, пассажиропоток большой. Вот и приходится людям ютиться. Проблемы не новые, они знают, даже пытаются решать. До 2023 года планируют пополнить автопарк ПТП-1 на 150 автобусов средней и большой вместимости. 50 из них поступят на баланс автотранспортного предприятия в этом году. Акционерное общество на сегодняшний день активно начало принимать участие в проводимых конкурсных процедурах на право обслуживания маршрутов. С 31 декабря 2023 года нами начнется эксплуатация новых для нас маршрутов номер 4 и номер 28. На обслуживание этих маршрутов как раз и предполагается задействовать новые 50 автобусов. Планы на новые автобусы и маршрутки строят и другие перевозчики. Их в городе всего 19. 13 из них в этом году перешли на регулируемый тариф. Еще четверо пополнят список в декабре текущего года. Остальные в раздумьях. Новая схема работы заключается в полном контроле администрации над качеством пассажирских перевозок. От соблюдения графика маршрута до цены, которая взымается за проезд. Вокруг последнего критерия много споров. На рассмотрении вопрос о поднятии тарифа. Речь идет о 28 рублях. В этой цене должны участвовать сами средства, которые вкладывают предприятия, стоимость, ну и граждане нашего города Урьянск. То есть та тарифная политика, которая будет тоже меняться в ближайшее время, она также создает определенные комфортные условия для перевозчиков, где предусматривается в этой стоимости будет сидеть и возможность замены и того же подвижного состава, обеспечения строительства база и так далее. Перевозчики не согласны. Даже с учетом удорожания проезда денег не хватит. Их идеал 38 рублей за поездку. Именно такие цифры близки к себестоимости. При условии перехода на регулируемый тариф администрация сможет возместить разницу. Теперь немного арифметики. При нынешней цене в 25 рублей перевозчик теряет 13 рублей за одного пассажира. Со ста – 13 тысяч. Это за один выход в рейс. Компенсация выпадающих расходов от мэрий – 100 тысяч рублей в год. Несостыковка колоссальная. Плюс расходы на обновление подвижного состава. Все же идеал – это не маленькие газельки, а вместительные автобусы. Их планируют брать в лидинг. Каждый год наше предприятие берет в лидинг не менее 50 автобусов. Почему 50 автобусов? Потому что если мы возьмем 20 автобусов, пар будет стареть. Соответственно, будет много ремонтов. Это дополнительные затраты. На первоначальный взнос деньги будут непосредственно наши деньги предприятия. На первоначальный взнос – это 10%. Остальные будем выплачивать по мере поступления работы. По мере поступления в сфер, будем гасить эти бизнесы. Покрыть часть затрат поможет областная программа. А в процентном соотношении это 50 на 50. На данный момент неизвестно точно, будет ли она актуальна на следующий год. Что касается цены за проезд, скорее всего, мечтам не дано сбыться. Горожане не воспримут резкий скачок в цифрах. К слову, это не единственные изменения, которые могут ожидать пассажиров. Планируется полностью перейти на безналичную оплату проезда. Стимулировать к оплате карты будут разницей в стоимости проезда. На вопрос, как люди преклонного возраста воспримут реформу, в администрации улыбнулись. Эта категория будет передавать деньги водителю. Отметим, это пока лишь планы без точной даты их реализации. Александра Никитина и Герман Баранов, Управда ТВ. В нашу редакцию обратились жители нескольких домов по улице Карбышева в Заволжском районе Ульяновска. Они выступают против строительства храма под окнами из дома. Почему? Так ли они категоричны в своем протесте? Слово нашему корреспонденту. Жители нескольких домов по улице Карбышева и близлежащих многоэтажек жили относительно спокойно и дружно. Камнем преткновения в отношениях стал храм, который планируют возвести на зеленом участке рядом с домом номер 11. Эта территория находится в частной собственности. Владелец передал его в аренду Симбирской епархии еще в 2018-м. Год назад на месте излюбленной жителями лужайки появились строительные будки. Тогда-то жители многоэтажек и разделились на тех, кто за строительство и тех, кто против. Мы не против церкви. Мы против вообще застройки в общем, в целом. Не важно, церковь или там будет магазин стоять. Не важно. Мы против вообще всего этого строительства. Потому что вы можете посмотреть, что это очень маленькая территория, очень маленькая, которая вообще будет, ну здесь не вписываются никакие рамки. Здесь у нас жилая зона. И у нас вот если храм с колокольней будет, это очень близко расположено Карбышева 11 к третьему подъезду. Ну вообще просто, очень близко. Тех, кому идеи строительства храма не по нраву, смущает не только перспективы звона колоколов под окнами. Они обеспокоены судьбой детской горки, которая пользуется огромной популярностью зимой. Храм, по мнению жителей, может лишить детвору забавы. Пугают их и бесконечные ритуальные процессы вблизи от дома, а также скопление машин в будущем. Дом наш большой, машин много. Сейчас вот пусто, все на работе, летом разъехались, а зимой здесь просто все притирочку стоят. Живого места нет, стоят вот так вот вдоль дороги, стоят даже вдоль дороги по улице Карбышева. И представить, что еще кто-то из церкви приедет и поставит свои машины, просто невозможно здесь. Ну мы получим транспортный коллапс. Жители обращались с просьбой к депутату своего округа, писали в администрацию, даже встречались с будущим настоятелем храма. Говорят, ответы получили, но не на все вопросы. Однако больше всего претензий у жильцов к общественным слушаниям, которые якобы состояли в середине июля. По их мнению, процедура проведена фиктивно, а цифра участников, кто приветствует строительство, раздута. Познакомилась вот с этими общественными слушаниями, да, и посмотрела, что вот аргументация одна. Кто за больше, большее количество, и кто против, меньшее количество. А так это общественное мнение не изучено. Это же не детская игра, перетягивание канатов, кто больше соберет, кто там меньше соберет людей, да. А должны анализироваться причины серьезные. Согласно официальному заключению по встрече с общественностью, разрешение на строительство поддержали 193 жильца из 265 участников обсуждения. Когда узнал про строительство, я был против любого строительства, да, но постепенно разбираясь информацией поступающей, я понял, что земля находится в частной собственности, и что рано или поздно здесь все равно что-то построят. Вопрос лишь в том, что это будет. Вот. И когда стало ясно, что это будет церковь, ну, в принципе, меня это не сильно испугало, скажем так, не сильно расстроило. Вот почему. Потому что я видел много раз церковь и прилегающую территорию. Я знаю, что эта территория будет ухожена, за ней будут следить. Я за строительство церкви, потому что, ну, скажем так, я считаю, вот наш новый город, он все-таки обделен храмами. Для многих людей, допустим, на, скажем, авиастроителей, на суворов, ну, все-таки далековато ходить, и то есть как бы недоступно, особенно бабушке. В Симбирской епархии нам пояснили, главный мотив стройки – просьба самих жителей. С 2017 года пожилое население этого микрорайона неоднократно обращались с желанием использовать участок под строительство храма. Церковь в 180 квадратных метров, рассчитанную на 250 человек, планируют осветить в честь преображения Господня. Начало стройки, как бы, оно известно только одному Богу, и мы, как бы, сейчас все-таки меняем вид разрешенного использования, мы еще пока не выходим на строительство, и конкретные цели, конечно, мы ставим, но не ставим какие-то сроки. Иерей отмечает, что понимает беспокойство граждан, однако никакого ущерба жителям нанесено не будет. Зеленые насаждения не тронут, парковку расширят, горку благоустроят. В дополнение установят детскую площадку и сделают парк, а отпевания будут проходить внутри храма. Колокола – это некоторая такая завершающая стадия строительства храма. Порой бывает храм стоит уже 5-10 лет, а колокола еще не на что приобрести, и, как бы, этот вопрос откладывается. Другой вопрос еще, что колокольный звон, он, во-первых, непродолжительный, во-вторых, богослужение, ну, как бы, не всегда совершается, не каждый день в храме, и не с утра до вечера. То есть это звон перед вечерней службой в 5 часов, перед утренней службой в 9 часов утра. Впереди исход граждан с представителями власти и духовенства. Мы продолжим следить за развитием событий. Невозможно жить. С такими словами на минувшую неделю к нам обратили жители дома по улице Толбухина. После выхода материала стала видна обратная сторона медали. На этот раз панику подняли жильцы других квартир. Их волнение не связано со странными коммуникациями. К теме подключилась и управляющая компания. За что так переживают владельцы квартир и что ждет дом в будущем наш материал? С крыши дома номер 41 по улице Толбухина съехал даже Карлосон. Кровля износилась на 70%. На поверхности буквально нет живого места. От этого страдают квартиры верхних этажей. Решение есть. Капитальный ремонт. Чтобы его провести, необходимо собрать нужное количество голосов жильцов. По сути, делать или нет, решают собственники квартир. Казалось бы, какие могут быть проблемы. Вот только часть владельцев не живет в общежитии. Еще часть воздерживаются. Это нам пояснили в управляющей компании. Ответственность за пятиэтажку она взяла в 2020 году. Когда мы сюда зашли, я зашла сюда сама, инспектировала подвал. Так же, как я делаю во всех остальных домах. Вышла я отсюда, можно сказать, с злезами на глазах. Потому что подвал был полностью завален. Там было не пройти. Он был затоплен. С тех пор подвал отремонтировали. Весь мусор убрали. Плюс промыли систему отопления. На этом проблемы дома не закончились. Остро стоит вопрос с холодным водоснабжением. Все еще фиксируются порывы. А еще система электроснабжения. В 2020-м жители жаловались на перебои почти каждые выходные. Как пояснила Ремеля Басырова, чтобы привести дом в порядок, нужно минимум пять-семь лет и внушительная сумма денег. Пока вопросы стараются решать постепенно. Кто-то из жителей с этим согласен, кто-то нет. Вторая категория попала в объектив камеры нашей съемочной группы на прошлой неделе. Первая – сегодня. Люди обеспокоены, что из-за критики действующая управляющая компания от них откажется, как и все остальные. В свою очередь, ее руководитель обнадежил. Пытаться решить многолетние проблемы здесь будут вместе. У нас горячей воды не было. Нас могли в любое время подать. Декабрь, январь. Нестабильно. Горячая вода стабильна. Электричество у нас теперь стабильно все начинает. Без всяких примыканий. Это у нас есть, вечером у нас можно отключиться, через два часа включиться. Опять нету там. Такие вот были перебои. А сейчас вроде все нормально. У нас мы очень рады. Мы не боимся потерять. Рука помощи дотянется лишь до кровли, коммуникаций и прочего, что входит в зону ответственности управляющей компании. Эта зона заканчивается на пороге квартир собственников. Они, в свою очередь, отличаются от традиционных. Кухня, коридоры, санузлы и душевые – тоже часть жилой площади. Соответственно, и ремонтировать ее люди должны самостоятельно. Собственники не совсем понимают границу ответственности, которая наступает. Я бы хотела обратиться к собственникам, чтобы они посмотрели 491-е постановление, в котором как раз разграничают ответственность управляющих компаний и собственников. Кроме того, именно в 491-м постановлении, в 41-м пункте написано, что ответственные за содержание общего имущества несут собственники. Управляющая компания – их правая рука. Через нее владельцы квартир могут поднять любые интересующие вопросы. А вот чтобы их решить, одного обращения мало. Нужно найти общий язык друг с другом. А это порой куда сложнее, чем собрать идеи и подписи для их реализации. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда.ТВ. Рынок преткновения. Слухи о закрытии центрального рынка оказались фейком. В интернете появились фотографии пустых прилавков. Еще ранее глава города Дмитрий Вавилин на отчете перед жителями сообщил о переезде центрального рынка в железнодорожный район. Мол, собственник не следит за территорией. Позже мэр заявил, что его слова неправильно истолковали. Где горожане смогут закупаться продуктами и какая судьба уготовлена торговой площади, разбиралась Александра Никитина. Пустые прилавки, заброшенное состояние, закрытые павильоны. Центральный рынок не принимает покупателей. Но только по понедельникам. Так было десятки лет назад и так остается по сей день. При этом закрывать навсегда торговую площадь никто не планирует. Ей сейчас владеет московская компания. Она и должна заниматься благоустройством. По факту на площади в два гектара царит хаос и антисанитария. Исходя из того, что я сейчас здесь нахожу, желательно бы, конечно, благоустроить территорию. Что именно хотелось бы? Ну, дорожное покрытие. Потом, поскольку я приехала на автомобиле с парковками, очень проблемно. Может, благоустроить как-то хотелось бы? Хотелось бы. Что именно? Все. Начиная от внешнего облика, кончая дорожным покрытием. Нет, если здесь будет что-то нормальное в плане, не вот эти вот, скажем так, катакомбы, то, наверное, только хорошо, плюс. А вот нынешнее состояние сейчас, что больше всего не нравится? Ну, посмотрите. Нет, это не центр города, скажем так. Центр города должен быть другим. Еще одна из самых распространенных жалоб – это на состояние павильонов. Вот пример одного из них. Сегодня на рынке выходной, поэтому застать торговца на своем рабочем месте мы не смогли. А вот увидеть состояние прилавка очень даже. По соседству еще один. Здесь товар продают на вот такой вот железной конструкции. Ржавое железо, хлипенькие деревянные палеты. Сама конструкция держится на кирпичах. Чтобы не отпугнуть покупателей, все это дело накрыто цветастыми клеенками. Что таится на складах, мы можем только догадаться. Вкладывать деньги в благоустройство рынка собственник не торопится. Но и продавать его администрации планов нет. Как пояснил глава города Дмитрий Вавилин, мэрия не смогла договориться в цене с владельцем территории. После этого пошли слухи, мол, рынок сменит место расположения. С центра в Кендяковку. По факту, все остается на своих местах. Более того, у горожан появится новая альтернатива для покупок. Он находится в частной собственности. Просто так принять решение, взять и закрыть у нас нет права. Я надеюсь, что через развитие конкуренции и собственники нашего центрального рынка тоже примут решение и существенно его модернизируют. Строить конкуренцию, о которой идет речь, планируют через открытие совершенно нового рынка. Он будет под крылом администрации. Расположится в железнодорожном районе по улице Локомотивной. Точное место пока не оглашают. По предположению СМИ и горожан, это может быть территория бывших складов. Площадь позволяет, но предстоит немало работы. Сейчас здесь нет ничего, что напоминало бы торговую площадь. Где и когда появится современный городской рынок, станет известно позже. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда.ТВ. В Ульяновске прошел второй Всероссийский лесной форум. Основной темой для обсуждения стала цифровизация лесной отрасли. Подвели также промежуточные итоги лесовосстановления и наметили дальнейшие планы развития отрасли. Подробнее в репортаже Алины Тихоновой. Губернатор Алексей Русский хручил ключи от автомобилей, приобретенных благодаря проекту сохранения лесов нацпроекта «Экология». Новая техника позволит снизить ущерб от лесных пожаров, повысить скорость реагирования специализированных служб и скорость тушения очагов возгорания. Ну как машина? Осмотрели уже? Отлично. Отлично? Ну, на базе «Буханки» это самый лучший автомобиль. Годами, десятилетиями подтверждено. У нас лесное хозяйство в Ульяновской области, я с гордостью это отмечаю, один из четырех регионов, кто полностью укомплектовался, перевооружился новой лесопожарной техникой. Конечно, здесь и свои результаты, это и площадь пожаров минимальная, это в Ульяновской области у нас все пожары ликвидируются в день обнаружения. Показатель очень хороший, надеемся, он продлится до конца сезона. Полученные автомобили будут задействованы в департаменте лесного хозяйства Минприроды Ульяновской области. Сейчас в автопарке регионального лесничества более 150 единиц техники. Вот сейчас мы только прошли летний пик пожаров, боремся активно, большинство пожаров тушатся в первый день. И, конечно, без техники сделать это невозможно. Это очень важно. И вторая история, это, конечно, лесная охрана. Понятно, что есть проблемы черные лесорубы, незаконные рубки, вывоз банально мусора в леса. С этим, конечно, надо бороться. Региональные инспекторы патрулируют леса, смотрят, что происходит. И опять это невозможно без техники. После вручения технической базы торжественная часть плавно перешла в заседание, где за одним столом собрались представители Минприроды, Рослесинфорга, Министерство лесного хозяйства субъектов Российской Федерации, а также ассоциации компаний, работающих в данной сфере. Здесь в формате свободного общения обсудили, как сберечь и приумножить леса с помощью новых технологий. Ульяновская область стала одним из первых регионов, кто начал оцифровывать лесную отрасль. Так, все лесные декларации, отчет об использовании лесных участков, акты лесопатологических обследований теперь принимаются в электронном виде через портал Госуслуг. Годы усиленной работы дали свои результаты. Нам удалось наладить электронные документы оборота, закупить и освоить высокоточное оборудование для поделения границ лесного фонда, а также внедрить новейшее программное обеспечение для введения цифрового государственного лесного реестра. Стоит отметить, что с вопросом восстановления лесов и ликвидации возгорания регион справляется отлично. За последние два года площадь лесных пожаров удалось снизить в три с половиной раза. Леса высаживают самыми быстрыми темпами в ПФО, а пожары тушат быстрее остальных. По итогам весеннего лесокультурного сезона 2022 года, выполнение общего планового объема работ по искусственному лесовосстановлению позволило достичь основного показателя проекта на уровне 136% при плане 96,9. За три года реализации проекта региональный парк лесопожарной техники обновлен более чем на 50%. Обеспеченность в соответствии с формативами составила 100%. Не забывает и про кадры. Во многом от быстрого реагирования пожарной группы зависит то время, за которое удастся потушить пожар. Напомним, что губернатором Ульяновской области выделено дополнительное финансирование на повышение заработной платы работникам лесопожарных станций. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Уллправды ТВ. Начинающий фермер вполне может быть успешным. Это из года в год доказывают получатели гранта «Агростартап». Благодаря поддержке государства ульяновцы развивают крестьянское фермерское хозяйство и предлагают другим рабочие места. Как грант помог фермерам из Теренгульского района Ульяновской области в нашем материале. 24-летний керам из семьи фермеров с детства помогал отцу по хозяйству, но идти по его стопам не спешил. Когда главы семейства не стало, парень решил продолжить дело. В арсенале начинающего фермера – техника, коровник, дойные коровы, нетели, быки и телята. В этом году керам выиграл грант «Агростартап» – 3 миллиона рублей. Приобрел на деньги уже установку охлаждения молока на полторы тонны. И также планов есть приобрести 35 нетелей мясного направления. В планах увеличить поголовье, увеличить свою продукцию. Прямо большие цели. Будем достигать этого, будем идти. А еще в планах фермера – пойти учиться и получить профильное образование. Все же практика – это хорошо, но без знаний в сельском хозяйстве никуда. Так считает и Александр Остапчик, сосед керама, также из Теренгульского района. Фермер также занимается животноводством, разводит коров. В хозяйстве пока 7 коров молочных пород и 30 голов мясного направления. Но это только пока. В планах победителя «Агростартапа» приобрести еще 17 нетелей. С первого раза мне не удалось получить «Агростартап». Получил я только с третьего раза. В этом мне посодействовали отделы компетенции Министерства агропромышленного комплекса Ульяновской области. Также я прошел школу фермера обучения по направлению мясо-молочное животноводство. Но благодаря этим знаниям и повышению квалификации я так смог. На грант Александр закупил и чудо-технику, которая поможет в хозяйстве. Грабли ворошилку, пресс-подборщик и охладитель молока. Все молоко он, так же как и керам, реализует на Теренгульский маслодельный завод. Но в планах обоих, конечно, заняться переработкой молока и мяса. В этом году благодаря «Агростартапу» поддержку получили 23 фермера. Сейчас любой гражданин Российской Федерации может участвовать. Но в дальнейшем, если он прошел конкурс, то ему необходимо зарегистрироваться на сельской территории и открыть на сельской территории ИП. То есть прописаться, открыть ИП на сельской территории и вести свой бизнес на сельской территории именно. Направления для работы могут быть самыми разными. От животноводства до сбора ягод и фруктов. Потратить полученные средства можно на приобретение земельного участка, посадочного материала, животных или необходимой техники. А тем, кто не выиграл грант в этом году, советуют не отчаиваться, а доработать бизнес-план и обязательно участвовать в следующем. Анна Тищенко, Уллправда ТВ. Финальные штрихи и можно открывать. Речь о новой зоне отдыха. Вблизи Тоса, мостовая Слобода. Береговую линию реки Свияга здесь начали расчищать в середине весны. С тех пор проделан большой фронт работы. Руку помощи протянули все неравнодушные. От детей до городской администрации. Своими впечатлениями они поделились с Александром Никитиной. Жизнь в Тос, мостовая Слобода бьет ключом. У каждого свое занятие. Тимуровцы убирают мусор, сухие ветки. А еще корни многолетней растительности. Они мешают поставить финальную точку в приготовлении нового места отдыха вблизи улицы Звездной. Детвора дружно обуздала капризные якоря деревьев, а вместе с ними и горы мусора. Еще недавно на этом месте была свалка, а свободные метры занимали бомжи. Даже бывает выкапываем некоторые моменты, просто канистры, какие-то канистры с бензином, либо с водой закопанные. Не знаю, что тут было, не знаю, как вообще это могло быть, но выкапываем. Территория преображается буквально на глазах. Убранная площадка долго пустовать не будет. Со дня на день здесь появятся беседки для отдыха, а еще качели. Все это за счет победы в конкурсе президентских грантов. По сильную помощь в благоустройстве оказала и городская мэрия. На подмогу они прислали спецтехнику. Объединив силы, береговая линия реки Свияга заметно преобразилась. Тины и грязь больше не портят местные пейзажи. Ну и в дальнейшем, я уверен, что мы будем дальше писать проект на следующий конкурс президентских грантов, чтобы привлекать федеральные деньги, чтобы наша территория, вот здесь мостовой, я считаю, что территория все равно нашего региона, она будет уже чище. Хотя бы одним пятном, как стоит, такого грязи здесь уже не будет. Купаться здесь пока запрещено. Чтобы получить гордое звание пляж, территории река должны пройти санэпидемконтроль. А вот официально и хорошо отдохнуть – пожалуйста. Для этого берег сделают комфортным. Вскоре можно будет позагорать на золотом песке. Его сейчас регулярно подвозят машины. Один из волнующих горожан вопросов – как же добраться до будущего пляжа. Все очень просто. Прямиком за моей спиной остановка вблизи оптового магазина. Далее мы поворачиваем направо, в самом начале улицы Звездной. И идем дальше прямо 400 метров. Заблудиться вряд ли получится. Дорога без развилок вдоль теплосети. Спустя примерно минуты 3-4 на пути покажется бетонная площадка. Значит, вы почти у цели. Это будущая парковка. Если миновать ее, открываются прекрасные виды реки и места отдыха. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда.ТВ Легендарная тетя Валя 99 Валентина Михайловна Леонтьева ассоциируется у многих с атмосферой тепла, уюта и семейного очага. Именно такие эмоции дарила зрителям телеведущая, выходя в эфиры любимых телепередач. В день ее рождения ульянцев изложили цветы к памятнику знаменитой землячке. Первая советская женщина-диктору достоинной звания народной артистки, кумир миллионов. Ее передачи смотрела вся многонациональная страна. В этом году Валентине Леонтьевой исполнилось бы 99 лет. В честь ее дня рождения к памятнику тете Вали возложили цветы поклонники творчества и деятели культуры. На торжественную церемонию приехала племянница звезды экрана Ольга Терешина. В детстве Ольга Борисовна не раз приходила в студию, где записывали программу «Спокойной ночи, малыши». Атмосфера центрального телевидения завораживала маленькую Олю. Когда племянница подросла, она и сама стала участвовать в создании телепрограммы. Она никогда не рассказывала, но сценарий изучали мы вместе. Когда я приезжаю на совещание, в командировки, сидит в кухне, как всегда ночью, и начинает, вот давай, ты читай, ты смотри, я буду рассказывать вот эти вот. А на самом, в самом зале тоже была такая доброжелательность. Никакой там выключить, остановить этого не было. Вот как идет, начинается эта передача. Так она без остановок, без перерывов так и шла. По словам Ольги Борисовны, тетя Валя была очень простая и душевная в общении. Никаких признаков звездной болезни у Валентины Михайловны не было. Ну, она, во-первых, была для меня не тетя, она была просто Валя. Это одно. Во-вторых, она была семейная, наша семейная, член семьи. Очень, очень всех всегда встречала. Кто бы ни приехал, я звоню, Валентин, там вот мои девчонки едут в Москву, попробую. Все без разговора. И какие вопросы, какие там неурядицы, всем помогала. Напомним, Валентина Леонтьева вела еще и программы «От всей души» в гостях у сказки «Будильник, голубой огонек» и «Умелые руки». Ее имя носит Ульяновский театр «Кугол», а также международный фестиваль кино и телепрограмм «От всей души». В начале августа в домах культуры и кинотеатрах пройдут мероприятия, посвященные диве голубого экрана. Виктория Черкова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ. Крылатой пехоте 92 года, а в Ульяновске отметили День воздушно-десантных войск. Праздничные мероприятия прошли в Новом городе, в парке Маргелово. Наш корреспондент с места праздничных событий. Представить Ульяновск без знаменитых десантников кажется уже невозможно. Поэтому и празднование Дня ВДВ проходит в нашем городе с размахом. Куляни развернули в новом городе, в парке Маргелово, недалеко от места дислоцирования 31-й десантно-штурмовой бригады. Парни в голубых беретах знают, что такое настоящий бой. Ульянская бригада прошла чеченскую войну и конфликт в Южной Осетии. Они помогали мирному населению в Сирии и Крыму. А сейчас военные защищают жителей ДНР и ЛНР. Мы поддерживаем в данном случае эту операцию для того, чтобы был мир, чтобы не было фашизма. И наши ребята, которые, к сожалению, пали смертью храбрых на поле боя и отдали свою жизнь за то, чтобы этого фашизма не было на земле. Поддержать и поздравить военных приехали ветераны ВДВ, родственники, друзья и даже сами жители Донецка и Луганска. Семья белых прибыла в Ульяновск в начале спецоперации вместе с другими эвакуированными из Луганска жителями. За это время уже успели освоиться в новом городе, но с нетерпением ждут возвращения домой. Мы в Ульяновске с 22 февраля этого года. Мы попали в такой замечательный культурно-исторический город Ульяновск. Мы очень рады и хотелось бы выразить огромную благодарность правительству Ульяновской области и Алексею Юрьевичу Русских, губернатору, за такой прием. Они сделали для нас все, чтобы мы почувствовали здесь себя как дома. Поддержать военных приехали и те, кто сам помогает жителям ДНР и ЛНР, участвует в сборе гуманитарной помощи. Среди них ульянские национальные автономии. В парке Маргелова они подготовили полевую кухню и узбекский плов, которым угощали всех желающих. Передали огромное количество школьных принадлежностей для школьников ЛНР, Донецкой республики, Луганской республики, чтобы дети пошли в школу и получали дальнейшие знания. И я думаю, что наша акция с этим не заканчивается. Мы будем поддерживать всех нуждающихся наших земляков в Украине. И я думаю, что уверен, что это позиция каждого россиян. Перед гостями праздника выступили народные коллективы и группы «Десантное братство». А со сцены горожан поздравляли представители администрации, правительства и общественных организаций. И, конечно, главными в этот день звучали пожелания мира и здоровья. Это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам за прошедшую неделю. Смотрите итоги недели каждую субботу на телеканале Улл Правда ТВ. А с понедельника по пятницу ежедневные новостные выпуски и итоги дня 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. Увидимся в следующие выходные. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok